Героя себе, либо пикнуть какого-то героя там Алоха Дэнс. Алоха Дэнс отлично сыграл Тускаром, кстати Ну, Operation все-таки, да, тут далеко ходить не надо Хотя, в принципе, можно было бы выбрать и что-то наподобие там Клокверка Кентавра, может, какого-нибудь, чтобы как-то инициировать драку Потому что контроль у Team Empire будет, ну, контроль и инициация у Team Empire Представлена исключительно Тускаром, а Тускар это саппорт четвертой позиции, да, какой-нибудь А, Resolution, наверное, свапнется сейчас, я не знаю Ну, должны, хотя... Или Алоха Дэнс будет все-таки как вот более пособленный Да, он может Опять-таки, отсылочку делаю к сегодняшнему финалу китайскому Там у нас в одной игре был Ротикей на Паришине То есть такой себе оффлей на Паришин, который стоял в легкой, правда, линии И там, опять-таки, был он против Зомби и Виспаева Там очень серьезно избивали, но, в общем, сработало это хорошо Да, в Empire не стали изобретать велосипед Кстати говоря, Antimag это тоже отличный герой против Alchemy Поэтому очень часто пикают Antimaga, когда вот изначально видят Alchemy в команде соперника И добирают Antimaga, соответственно, потом А тут так получилось, что Alchemy забрали после пика Империи Все-таки свапцы пока что не спешат У нас Имперция, Алла Хэдэн, судя по всему, будет играть на Тускаре Ну, Тускар, я бы сказал, персонаж такой, на котором надо все-таки поиграть Если у Резолюшена нету наигранного опыта на этом персонаже, то лучше играть на чем-то другом Там есть какие кнопочки понажимать на этом герое Так, у нас возникла небольшая пауза Ну, теоретически тут у OG на Hardlane у нас идет Darkseer Но, в принципе, туда же может еще и как-то Undying Может присобачиться, как-то пойти похарасить Antimaga Очень часто используют разные дабл-лейны с Darkseer И вот в предыдущем патче, если бы я увидел пик Antimaga, а потом пик Darkseer То я бы, возможно, даже предположил, что команда, которая играет с Darkseer Попыталась бы использовать течеса В предыдущем патче, в 6.84, когда течеса еще не подрезали Крайне часто можно было... Ну, не крайне часто, а команды, которые течесами играли Они использовали Darkseer плюс течеса Еще используется... Ну, на данный момент используется Darkseer плюс Bounty Hunter Darkseer плюс Balanar, Night Stalker То есть, прошу прощения И, конечно же... Там его называли, можно и дальше называть Да, и Darkseer плюс Baratrum, конечно Но как будет здесь, будем посмотреть Пока сложно сказать Наконец-таки у нас Aloha Dance вернулся в игру Да, вот ему тут уже варды шарятся Это hard-лейновый тускар Ну что, поехали Итак, Resolution Нынче-то Париж не уходит в hard Но фир помогает Ну, тускар... Слушай... Я вот сейчас задумался Как? Что? Это просто будет вот такая вот дабла стоять Ну, что и Resol с артефактами ноуфлейнера И Aloha Просто это может быть очень жадно Хотя все-таки Aloha все равно будет отыгрывать вот этот Position 4 Четвертый, как мы его называем Четвертый? Ну я... Четвертый Он бы и сам бы себя, наверное, так называть Не, ну у нас... Мы просто думали, что типа как-то не круто Почему мы... Почему у нас... Вот у англичан там есть Position 1, Position 2 Там hard carry, solo midder, offlaner А у нас нету какой-то классификации Поэтому мы тяжело несущий там придумали Центровой Сложно-линейный Четвертый и бомж Вот пять... Пять позиций И так намного проще объяснять Вот, кажется, четвертый будет Aloha Undying Quiverne 26 раз появлялась И имеет 65% винрейт Кстати, неплохой винрейт Да и неплохая связка Но вот этот вот товарищ Тушит эту связку так, что мама не горюет Да, кстати, грамотно сейчас сыграли OG Они увидели пик команды Empire Увидели там Tuskara, Operation и Dazzle И против такого пика Идти контролить свою родную руну Крайне опасно Вот, имперцы, кстати, не... Не помешали Miracle'у забрать баунти-руну То есть он получил сейчас уйму золота Поставил с М3 И не знаю, что он тут ждет Вард, видимо, какой-то От команды Empire Думал, раздевар здесь Ну, в общем, Miracle Первый шаг к своей удачной игре сделал К своей удачной игре сделал Криджи будет ему, судя по всему, помогать стакать На боте у нас гирокоптер Так, погоди, гирокоптер у нас идет на топ Вместе с Undying Вот как они решили сыграть Что за фигня? Откровенно, фигня какая-то происходит, если честно Ну, окей, Darkseer снизу Но они же в этом сейчас избивать будут этого Darkseera Ну, он, конечно, под двумя щитами пока воюет Ну, слушай, он сейчас умрет Ну, вот заряды кончаются Заряды кончаются Челлингтачи и Мундминдер здесь уже становится как-то пострашнее Юзает даже фласку, не боится Смотри, не могут имперцы развиваться И он реально заколет здесь Резоля Да, да Неприятно Не рассчитали здесь Алоха вместе с Резолюшеном А дэмэдж И в итоге Мундминдер делает ФБ А вот это вот очень неприятно, конечно, сейчас На топ, тем временем, там, науфир чуть не встрял на флайе и крита Да Вот, кстати, приятно играть вот именно подобным образом Когда ты идешь триплой против триплой Саппорты команды соперника Они не могут выходить на Миракла, соответственно, и напрягать его То есть Миракл здесь стоит, скорее всего, в изолированном миде Если только сейчас Тускар, конечно, на Лоха Дэнс, да, приходит на мид И будет сейчас пытаться, видимо, как-то Миракла подхарасить Но, честно говоря, по-моему, Миракла здесь не убить Да, не так легко это сделать, это однозначно Ну, посмотрим, как вообще Миракл будет чувствовать себя Во-первых, мы видим, что он не максит Гривлс Грид То есть будет он качать Асид Спрейт В три будет стан виничку на пятом левеле На потом будет оставлять, собственно, Гривлс Грид И вот тут генералу важно качественно отстоять Важно не давать очень много денег заработать Миракл Он пытается Он сделать это будет, опять-таки, нелегко И, кстати, еще одна баунти руна для Миракля Вот это вот прям очень хорошо Да, везет Миракл на баунти руны, конечно Если так, Муна Забьют сейчас до смерти, да Умирает у нас Мунминдер Ну, с второго раза не так легко это сделать Как бы и левел поднимается у имперцев Поэтому, понятное дело, что Мунминдер второй раз вот так вот запинать не может Так, а на топе я смотрю, Сайлент, в общем-то, не очень хорошо фармит По понятным причинам Тут стоять крайне тяжело В общем-то, наверное, эти грамотные линии поставили Ну, вообще, более-менее То есть, как бы у него 8 на 1 Его там в лесах гоняли То есть, это куда-нибудь жло Кстати, тут проблемы огромные Удастся, будет ли какой-то ТП Тамбу разбивает Но Фир вешает еще Грейв на себя Время, конечно, выигрывает Но что толку Но Фир тут точно погибает И Сайлент Сайлент очень опасно Надо найти ему место, чтобы хорошо, блин, кануться И хорошо разводит он OG И уходит отсюда Так что только одного потеряли Да, и Мириков продолжает, собственно, фармить Ему пока что никто не мешает И помешать ему фармить никто не может Как только у нас ушел Тускар с линии на боте Мунминдер сразу же начинает проявлять агрессию По отношению к Парэйшну Парэйшн, конечно, сильный герой на линии Если бы он пришел на топ Может, там бы что-то получалось Хотя, не, наверное, ничего бы не получалось Кстати, тут оффлайм могут быть проблемы Ноуфир, Сайлент просто пилят его толпой Да, и флай должны здесь забирать Ой, хорошо, втроющих катились Ох, еще и от нюка спрятал свою команду Посмотри, как отлично сыграл Алоха Дэнс Там Виверна нюк скинула Да, и от ивейдил просто Шариком, хотя не собирался этого делать Я думаю, ну, так получилось Сейчас Алоха может сказать Ну, ребят, я сейвлю вас от всего Так что Быстренько по комментам мне скинули Да, 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 да Все зрители Да, контролят И опять баунсируна Ну, ты посмотри Ну, это, кстати, вот это вот Реально очень круто для Мирокля Понимаете, что раз 500 Два, там 300 Потом еще 300 Но это прям очень хорошо Пятый левел Несмотря на то, что у него Гривлз 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 В единицу Он кучу денег выносит с этого Это прям то, что надо Ну, и в миде никто не может Пока помешать ему стоять Просто там уже шестой левел Уже на подходе То есть убить его до шестого не получилось После шестого будет сложно Хотя, с другой стороны, у Романов У Минката Шестой левел тоже на подходе Мы понимаем, что На топ будет просто по кулдауну Лететь ульта Паришина Ну, только маны будет хватать И на топе драться будет попроще Что зомби, виверна, гирокоптер Товарищи такие Не совсем супер плотные Без скилла будет невесело Сайленту Что неприятно Но можно будет что-то придумывать Сайленту 1000 золота Имеется Не знаю, как он тут начнет собираться Скорее всего, какую-нибудь хедреску себе купит Чтоб чуть попроще было Вообще, антимагам можно купить топорик И как-никак лес фармит Все-таки персонаж Не настолько неприспособленный к тяжелым линиям Как какой-нибудь там, может, Слардар Слардар, конечно, активнее на лейне Но если к тебе вот так вот придут И начнут тебя зонить То ты им потом Очень-очень тяжело тебе будет выфармывать Потому что вышку тебе поломают Выходить фармить на линию будет непросто Ибо могут загангать А лес фармить ты тоже не можешь Поэтому зачастую мы видим такие ситуации Когда, например, к Слардару Идет какая-нибудь дабла Там, Дарксир плюс Там, Найт Сталкер какой-нибудь И он там в три раза меньше его получает на линии Чем керри команда оппонента И потом он 20 минут не может даггер вынести А все почему? Потому что он в отличие от Врейскинга Герокоптер, Антимага Джиггернаута, Сларка И прочих персонажей Он просто не может фармить лес Нормально Так же быстро Сайлант в этом плане Он, ну, Антимаг Чуть-чуть ему попроще Чуть-чуть попроще И может быть Сайлант за счет этого Как ты будет выезжать Купил колечко себе На топе линия практически уже пропушилась Там, Мирокли, кстати, убили в миде Ну, не в миде, а опять-таки на руне Очень хорошо И опять-таки Алоха Алоха пришел и убил На топе, кстати Сайлант тут просто с двумя рубится Сайлант забирает тамбу И, кстати, флайя можно постараться побить Будет ли какая-то хелпа, например, от Апаришина Либо еще от кого-то Сайлант продолжает зажимать И уходит он отсюда Алоха в инвизе Но нету маны И ничего сделать не можно Манго вдавить можно Можно вдавить манго Если вот у аппарата Да, у аппарата появляется ульт Кидает на топ Ультимейт Ой, вытягивать, вытягивать Алохи Надо дальше вытягивать Еще на один выстрел Алоха Отпивается Алоха Выживает, да ладно И ульт аппарата Ну, нет-нет-нет-нет-нет Мимо только по криту попал Сайлант Мог бы постараться прыгнуть Пытаться что-то придумать Но Это такое Мне кажется, чуть-чуть поспешил Алоха Дэнс Ну, наверное, боялся Что соперник просто-напросто уйдет Если бы этот ультимейт Залетел Вот именно В топ Тогда, когда соперники Вышку ломали То там, скорее всего Два трупа было бы Гирокоптер также бы погиб Но OG все-таки не Манекены для битья Они, наверное, прочитали бы Этот момент Потому что Оперейшн на шестой левел Появился крайне рано И об этом команда OG Должна знать Должна Понимать Что в них может полететь Этот ульт И к тому же он летит Вот по такой траектории Там его можно заметить Может где-то там В миде Если он пролетает Если есть вижн В какой-то точке Там он пролетит И может мидер заметит Или еще где-то Ну, короче Отстрейфились Скорее всего бы отстрейфились Поэтому С другой стороны С другой стороны Алохо с Дэнс Поступил правильно Так, кстати говоря Алохо вместе с Резолюшном Бегут на Мунминдера Мунминдер Езжет сурдж Ну и должен Должен погибать Да, ультаппарата Не попадает Ну и да ладно Неужели уйдет Здесь Мунминдер Кулдаун в Резоль Резоль прячется за деревом А ну тут проблемы у него Все равно будут На развороте Мунминдер ушел Каким-то чудом Ну и уходит отсюда Также Ноутейл Сигил Квапа Рядом Квапа Очень хорошо Можно забирать Сейчас как минимум Ноутейла Отошли Будут кайтить его Хорошо Хорошо Примораживает Со всех сторон Ноутейла Мунминдера не убили Но убили Ноутейла И это даже лучше Ну в целом да Можно было бы Кстати попытаться Еще Мунминдера найти Но Квин оф Пэн У нас отблинкивается На руну Там есть Слушай А генерал Это блинк 8 секунд В кулдауне Кидает кислую Миракл Кидает в баночку Заваренную И это труп К пичечку Во Да, очень неприятно Сейчас вот тут произошло Кидает кислого Вот это Ну это у меня сленговое Я прошу прощения Я так просто Разговариваю Там Да, это много Так В папчике Я тоже катал С этим Как его С ВИДЖИЗиком Он тоже постоянно Кисло Кисло Кидай Кисло Ну вот Видишь То что надо Так Ноуфир В миде Проблемы Ноуфир могут быть Получает он 100 Ну и как же Больно под медальоном Да И это Миракл Сейчас еще один фраг Может сделать Ну Грейв конечно Хорошо Но вряд ли он ему поможет Минус ноуфир Два фрага зарабатывает Миракл Кстати говоря Если бы этим Шэдоу Вейвом Себя Ноуфир Отличная работа генерал С Респа пришел Убил Алхимика Если бы он этим Шэдоу Вейвом Себя сразу не полечил А вот В этих мансах Вокруг вышки Дал бы его в клипов Он бы его убил Шэдоу Вейв наносит Невероятно много дэмэджа К тому же Он там Второго дала Второго левела Шэдоу Вейв Да Этого бы Наверное и хватило Ну что В свою стандартную Рабочую схему То есть Начинает фармить Мы видим Выходит уже на пятое место По крипстату Ну и дальше Будет разгоняться Это факт Да Алхимик у нас Дважды умер уже И немножечко останавливается Зато он забрал Четыре руны Четыре руны Просто баунти Он забрал Причем снизу Там перед тем Как убивать Квапу Там тоже был хороший Такой момент Очень четко Замбак поставил Тамбу И стоял вокруг руны И очень долго ждал Пока придет Миракль Чтобы он ее взял Знает хорошо OG Ценность этой руны Прекрасно все понимает Сайлент Сайлент Осторожно надо быть Сайленту Отблинковывается Мунминдера Мало хп И Тут надо Не психовать Я смотрю Я смотрю на Миракл Он опять баунти Руна забрал По-моему Из всех рун Которые только спавнились Он только одну Небаунти забрал За эти 10 минут Ну это просто Какой-то чит Очень сильно везет Очень сильно везет Миракл Кстати говоря Он играет у нас Через Солар Крест Судя по всему Не собирается Миракл играть Такого стандартного Радианс Сплитпуш Алхимика Ну может отчасти Потому что Ancient Operation Есть в пике У Empire И Миракл Решил как-то Быть более полезным В самом начале Да и Есть на это все основания Герокоптер Который выформил То в общем Немало Может позволить Команде OG Просто пройтись по линиям Забрать там Первый Т1 Т2 вышки И закрепить Своё преимущество На карте Operation У нас покупает Стоп Близарди То есть это Какой-то Юл что ли Ну Operation Ну Юл это очень хорошо Да тут у нас Получается Core Operation Мы думали то Что это будет Саппорт Operation От Resolution И Core TUSCAR От Aloha Dance Просто потому что Aloha Dance Он очень хорошо На TUSCAR Себя чувствует Да Уверенно Ну команда Просто не доверяет Пока говорят Илюша Ты конечно красавчик Но нет Core героем Ты играть не будешь Ты вот играешь Ну тусики Играйте на нем дальше Ну вообще Operation Как Core Как герой Который фармит Это очень неплохо И опять-таки Вот те же Ветра Довольно прикольно Можно ловить людей Замораживать Убивать Да и не только ветра Как бы Можно и аганим Довольно быстрый Вынести И эта проблема Будет очень серьезная Поймали генерала Но через ультимейт Его могут убить Хорошо Хорошо Но фир Грейв сэкономил Еще кстати На себя Может постараться Его бросить Но нет Со стана Просто-напросто Не выйдет Ульт аппарата Не точный Ну и Алохе Надо отсюда уходить Да Миди с томбой Хорошо подрали Сейчас ОДЖИ Но было бы лучше Если по них Виновпейн убили В итоге Немного ресурсов Потратили Забрали только Одного Дазла Прыгает Очень нагло Генералы Не надо забывать Что у него по-прежнему Второго левела Блинк Он настолько нагло Действует Кстати первым артефактом Будет выносить Он себе сразу же Аганим Алоха уже с аркантапками Смотрим на Резоль Резоль Все-таки Форстаф Начинается Форстаф А Резоль Ну в принципе Тоже Пойдет Ну почему бы и нет Почему бы и нет В общем-то Подумал Резолюшн Что зачем мне Аганим на Апарэйш Я все равно Дважды Подряд Утимейт Промазал Поэтому лучше Форстаф Купить Ну шутка конечно Так то он будет Попадать в любом случае Там и под Пускаром Можно закинуть С ультаппаратом Но Попадать все-таки Им нужно Потому что это Жизненно необходимо Команде Эмпайра Для того чтобы Выигрывать драки Так Молфир кстати Стакает у нас Эншентов Потихоньку Фармить их Может в команде Эмпайр Исключительно Антимаг с БФом И желательно Даже с Владмирсом А вот у ОДЖ есть Алхимик С четвертой тучкой Есть Геракопсер С четвертым Кулдауном Будет Который на девятом Левле И вот Они как раз таки Этих Эншентов Зафармят очень быстро Тут главное Не проворонить В тот момент Ну если Увидят ОДЖ Что происходит На Эншентах У Эмпайр И выиграют Какую-нибудь драку Там скажем Да Пойдут там Смолки Кому-нибудь Загангают Кого-нибудь Побьют Вышку какую-нибудь Спушат Пойдут И потом заберут Эти стаки Это будет очень неприятно Они кстати говоря Еще и сами себе Стаки делают Нотейл В первую очередь Появился Блиндайгер У Алхимика Ставят Сатом И Нотейл С легкостью Конечно Все это сейчас Зафармят Тем временем На топе Мунминдер Аркан и Мека Сол ринг Не знаю Будет ли он делать Гривзы Теоретически Здесь сразу Гривзы Даже приобретать Не нужно Нету каких-то Скиллов Которые нужно Нету каких-то Дебафов Которые нужно С себя сразу же Сбрасывать Поэтому теоретически Можно Блиндайгер Купить Чтобы входить Вот это Знаешь Вакуум И вот эта банка Туда вот разбивается В троих Там в четверых Стеночка туда Ну Как мы Все любим Тем Да Голливудские фильмы Как обычно Все как положено А ну что Тамар снизу Сейчас попытаются Запрессовать Ребята из Эмпайр Проигрывают Они 5 тысяч голды Проигрывают Полторы тысячи Экспын Ну стандартная В принципе Ситуация С С С Алхимиком Всегда так оно идет Но Вообще не получилось Ни загнобить Ничего сделать С Алхимиком И вот этот Алхимик Правильный Вот такой вот Алхимик Мне нравится Алхимик Который прилетает Блинк Солар крест Вы же понимаете Просто какая это Сила Это прям То что надо Так уходит Отсюда Сайлент Сайлент Удбф Конечно еще Нужно будет Немножечко Пофармить Пролетает Клеймер Но даже Если Сайлент Выфармит Бф На 17 На 18 Минуте Тайминг Против Такой линии Против Которой он стоял Он будет Весьма неплох Да Да Согласен Это будет Да даже 20 будет нормально Так Конечно Продолжает Потихонечку Стакать На эфир И ОДЖИ У нас Перешли В агрессивную Игру У нас Уже Ломают Т2 Вышку По крайней мере Пытаются Не знаю Как Но они Сейчас Сильнее И это Важно Ну что же ОДЖИ В атаку Миди Могут Постараться Собрать Здесь Сайлента Тяжело Это конечно Будет Сделать Тем более Что рядом Бегает У нас На эфир Смотрят Кстати Имперцы Они знают Что Пошли ОДЖИ Ганга Тьмит А гирокоптер Оставили Одного На топе Сейчас Его здесь Убьют Если Не успел Сайлент Ничего Сделать Просто Моментально Сбрили Его Через Курсу На топе Проблемы У Ноутейла Ноутейл Расстреливает Аллоху Аллоху Может здесь Умереть Под сигилом Ноутейл Тяжело Ему Уйти Ну и сбить Просто ТП нечем Ноутейл Улетает Отсюда Ноутейра Кстати Все-таки Нашли И Ноутейр Тоже У нас Отправляет С таверны Это Минус Два Очень Нехороший Момент И алхимик Там Начинает Какую-то Сен-Джу Делать То ли Сен-Джин-Дьяшу Он собирается Покупать То ли Алибарду Даже Не знаю Наверное Сен-Джин-Дьяшу Все-таки Отлично Сейчас Сыграли ОДЖ Они заганглили В миде Антимага Своего Кэри Не потеряли Вышку От Дефли Кстати Обрати внимание Какие варды Имперцы Расставили На вражеской Половине Ну это Ноуфир Пока там Бегал Вот тот Вард Он вообще От безысходности Тыкнул Когда там Умирал Он кстати Неплохой Хороший вард Он неплох Когда ты Идешь Как-то Прессовать Тут Все идет К тому Что Империи Придется Следующих Минут 10-15 Привести Просто В глубочайшей Защите Отбиваясь Там Под своими Таурами Как-то Ну Вы видите Что происходит В игре Да И разгоняется Алхимик Все дальше И дальше Там Сэнжин Яша Скоро будет На подходе Либо Лебарда Я не знаю Кто его знает То и то Может быть Ну Я бы не сказал Что прям В глубочайшей Защите В глубочайшей Защите Предыдущую Карту OG Провели А Эмпайр Будут находиться В глубочайшем Сплитпуше Если можно Роль у OG Это Ну Виверна Да У Виверна Что там По артефактам Даггер Еще не скоро Появится Ну Все-таки Да Антимагу Нужно будет Вести себя Аккуратно Но Вот такие Варды Которые Расставили Ой Сайлент Лис Сори Да Тут просто Моментальный Минус Варды Хорошие Расставили Эмпайр Они будут Позволять Антимагу Сплитпушить Но С другой стороны Отличные Также Варды И это конечно Не круто Ну Генерал Тут в миде 11 левел Есть у него Аганим Единственный Наверное Плюс Единственный Толковый артефакт Который сейчас Имеется Ну и Зомби Сейчас Наглым образом Заманивает Заманивает Часто Байтует Ну и Байт Получается Очень успешным Это минус 2 Отличный Шар от Алоха Дэнс Не знаю Спасет ли Ой Минус 1 Спасает И Флай Может быть Убьют Попадает Айсбласт Но у Андаэнга Очень много Хитпоинтов Здесь Ну слушай Алоха По крайней мере За Саилотного Да Уже Уже Неплохо Могло Все быть Намного Хуже У Империи Сейчас Антимагу Нужно Где-то Все-таки Добирать Свой БФ И стараться Фармить Потому что Когда упадут Все-то 2 вышки Ситуация Будет Такая же Как и С ОДжи На предыдущей Карте Ничего Не будут давать Чандьяша Появляется У Алхимика Рошан Кстати говоря У нас По-прежнему На карте Имеется Его Очень легко Могут забрать У Джи Очень легко И контестить Этого Рошана Мне кажется Империя Вообще Никак Да нет Никакого смысла Действительно Пока Тут У Сайлента Не появятся Какие-то Хорошие артефакты Что-либо делать Вообще Нет Никакого смысла Кстати А вот Убить Виверну Здесь надо Не среагировал Мунмендор Ну и Виверна Ну еще Виверна Пытается улететь Отсюда Знает Знает Имперция Что здесь Где-то Крит Вот Крит Еще и Палится Ну и Нельзя его отпускать Нет Все-таки В миде Будет врываться Ворвались На фира Но фир Время Дает Неплохо Здесь Генерал Очень кажется Миракля Убьют Точно Да Ну и Ноутейл Пытается уйти Будет ли Алоха Его ловить Через 2 секунды Будет шар Алоха Сигил Ну и Что Флая Или Боково Генерал Через курсу Умирает Врыв на флая Мунмидер Пришел в драку После байбека И Неплохо Но Байбек Браку Начали Отличные Имперцы Но Продолжили Не очень Хорошо Байбек был Дарксир Байбек Дарксир Выкупился Да Еще Резоль умрет Сейчас еще Резолюшн Убьют Надо было Отходить Сразу Как только Убили Не телепаться Там Топтаться Рядом С этой Т2 Вышкой Слушай Мунмидера Сейчас можно забрать Если ультом Попадет Паришин 450 хп А глиммер Кейпы Есть какие-то Глиммер Кейпы Винтер Виверна Вакупает Крит тут Купил Блингдагер Более Агрессивно Сыграл Ну В любом Случа Глиммер Кейп Будет И Глиммер Кейп Для Винтера Виверна Это Артефакт Не только Важный По крайней мере Не наблюдалось Да Нет пока Ни у кого И надо бы Виверни Его вынести Но он решил Сначала Блинг взять Все это время Пока Имперцы Дрались Интимаг Что-то там Профармливал Докупил Свой БФ Что ж Теперь нужно Фармить Дальше В миде Падает Вышка У Империи Они стараются Её всячески Дефать Гирокоптер С Яшей Пока что У Нотейва Тоже Фарм не идет Достаточно быстро Как хотелось бы Наверное Ему самому Ну Сайлент Тем временем Вылаз Куда-то Фармить Вот этот Трипак Эншент Трипак Трипак Боже Какое-то слово Ужасное Получилось Три Спаун Не знаю Четыре Трипл 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 Спаун Трипл Или Четыре Тут Падает Вышка На миде Ну Это Последнее Т2 Я так Посмотрел На его Нетворс И все Беру Свои Слова Назад У него Отличный Фарм Все у него В порядке И к тому же Ему с Инжин Дьяш Да С Инжин Дьяш Я просто не посмотрел На его Нетворс Посмотрел на его Айтем С Инжин Дьяш У него действительно Много С Инжин Дьяш У него реально много Ну что имперцы Собираются как-то драться Я вижу то что Сайлент Не собирается уходить Самая главная задача Сайлента Это ультануть В пустого Мун Миндера Если он ультанет В пустого Мун Миндера Ну то есть без маны То Ой-ой-ой Какой сейчас был момент Как хорошо Отблинковался Крит И Алоха Тут погибает И еще и минусы Все здесь будут Да Но тут Непонятно Зачем пошли имперцы Совершенно непонятно ТП Аут Результат Сделает Возвращает его обратно Но куда вы идете Как бы Вы намного Слабее Сейчас Идти С надеждой Безвижна Кого-то поймать Но это совсем Не то И Сайлент Надо отсюда Петлять Побыстрее Сайлент Владмирс Хочется Какая-то Какая-то Странная Такая атака Непоследовательная Непоследовательная Получилась У Эмпайр Не поняли Они друг друга Судя по всему Миск Уникейшн Какой-то Произошел И вот Благодаря Вот этой смерти Вот этим Трем смертям Эмпайр Отдают Рошана Эгис Достается Герокопсеру Последние Вышки У Эмпайр На боте Остались Еле живая Т1 И полная Т2 Сберутся Генерала 2000 золота Его тут спасет Блэккинг Барк Какой-нибудь Потому что Хоть он Не помогает От ульта Винтер Виверна Но по крайней мере Другими магическими Скиллами Тебе не будут Дизейблить Не будут убивать Там ведь все-таки Вьюан Шеллы Всякие разные Рокет Бараш Кулдаун Герокоптер Все еще Дает о себе знать Антимаг приобретает Владмирс Начинает делать 12 тысяч голды Преимущество Уже на 22 минуте Да понятно Там Алхимик Да понятно Оно приблизительно Так всегда и получается Но Ну не настолько сильное Как бы вот По-моему То что только вот сейчас Появляется у него Владмирс Это немножко поздновато Ну понятно Дело вы убили Резоль кстати Уходит отсюда И тут Дбиться будет Жутким образом Сложно Потому что Алхимик Сейчас уже начнет Формить артефакты Для тиммейтов Сейчас На топе Произойдет Интересная ситуация У Миркла Есть Блинкдагер Солар Крест И четвертая кислая Он сейчас начнет заваривать Мне кажется Может даже убить Смотри Заваривает Сейчас телепорт Ну да Генерала он может Убить спокойно Хотя А ну еще курса Ну курса да С курсой Ну слишком много Потрачено Скажем Откровенно Алоха что же ты делаешь Алоха просто пытается Сделать Ипоут на родномисе Но зачем Зачем И вот то что Алоха еще умер Ну это совсем плохо Ну вообще Олджи в этой игре Уже делают По-моему все что хотят Мы идем С Паришиным Задумка не особо Работает у команды Импайр Просто переигрывает их И неважно там Выключается Ульты Алхимика не выключается Хилы просто-напросто Перенюкивает И убивают Имперцы Везде по карте Перегангивают Да и все Намного лучше Улджи получается Но Всегда есть антимаг Да посмотрим Антимаг пока что Не юзал свой Ультимейт В Дарксир Опять таки Отмечу что 1200 монопол Если Дарксир Окажется пустым Каким-то образом Там у него либо Неполный монопол Будет в драке Он даст полный раскаст И туда залетит Если все косты Команды Импайр Залетят идеально Там 5 Ультаппарат В 5 Сунникова И в 5 Моноводит Пустого Дарксира И там еще Что-то там Попадет Ближележайших Соперников То Драк Вероятно Тут Резоль Кстати погибает За резолюшн Вакуум есть У Дарксира Поэтому резолюшн Тут бесполезно Хотя Смотри Форст авто по аут И по итогу Подмерз у нас Мун Миндер Ушел телепортом Резоль Отличная работа Да Пятерых 5 героев Здесь было ООГ рядом Но и в итоге Мы видим Что не выживает Ой Не смогли Добить резолюшн Что кстати Очень даже не плохо Т2 Последнее Вот оно стоит Будут его сейчас Забирать Ребята из ООГ Опять таки Заберут без проблем Пытается Генерал где-то Что-то нафармить Двести У него пытается Чужих хэнч Поформить Сайлент Ну все верно Сейчас надо Пытаться Где-то сплитить Что-то Выдумывать Какие-то Деньги Где-то зарабатывать Потому что скоро Придется драться На хайграунде А вот Есть Нужны какие-то Артефакты К тому моменту Смотри Видели Да Ну и Алоха Погибает просто Ну подожди Не спеши С выводами Погибает А тут как раз таки А ну Ну Тейла там Сатаника Аегис Тогда да Все не очень хорошо Ну это пошел Ультимейт Мун Миндера Мы видим дэмэджа Маловато Сайлент Поймали в курсу Его нечем выхилить Его нечем засовить Но успевает Он сделать блинкаут Стоит Сайл Ну фир ждал Ну размен один в один В принципе Так как Квапа Убила здесь зомбака Так что Ну могло быть Все намного намного хуже Если что Вот Сатаник Это неприятная новость Я думаю Для команды Эмпайр Для меня это тоже стало новостью И Герокоптер то Как убивать то товарища Ну опять таки Попадать ультом У Паришина Все просто Да Тут Под Т2 вышкой Было немножечко Тяжело сражаться Потому что За эту Т2 вышку Неудобно Драться Потому что На хайграунд Надо заходить И как то Узкое пространство В этой области Тут как то Пошире наступать Можно Поэтому Ну не знаю Не могу это Чем то объяснить Таким рациональным Но Когда дефаешь эту вышку Чувствуется Что как то Как то лучше По моему не дефать Когда ты проигрываешь Именно так много Сколько проигрывали Имперцы Тем не менее Они попробовали Подраться Как то там Поменялись Как то постарались Выжить максимум Ну и Размен андаинга У которого Нетворс Кстати говоря Выше чем у Тускара Ну наверное Выгоден в общем Для Империи Не ну в этой ситуации Любой размен Один в один Он выгоден Для Империи И тут конечно Нечего спорить Но что Если дальше Размениваться Хоть как то Это конечно Будет всегда Только в плюс В плюс Да и в плюс Да Пока графики Не сравняются То есть пока В ноль не выйдет график Ты размениваешься Скорее всего Ну При условии Что ты Равноценных персонажей Заходит Флай Резоль Спалит сейчас Резоль Резоль Палит Флая Пошла Тамба Нужно уходить Отсюда Имперцем Резоль Форстав На хайграунд Должен делать А но нет Не сделает Он скорее всего Потому что Запилят Здесь резолюш Но есть Грейви Вот теперь Форстав Попробовать Мун уже На хайграунде Хорош Мун Ульт аппарата Резоль Резоль Свою ульт Него Совывает Ну и здесь Убивает еще Дазла Алоха Запрыгнул Тоже Погибает Но и генерал Здесь тоже Умирает Да Минус Четыре Как-то без боя Зашли И всех Поубивали Антимаг Даже Не приходил В эту драку Скорее всего Правильно Поступил Потому что Здесь Одной линии Нужно будет Пожертвовать В любом случае Антимагу Нужно как минимум Манту Вот Манта Сейчас Появлю Не сейчас Ладно Но манта Нужна Потому что Без манта Делать тут По-моему Вообще Нечего Это Сразу же Две линии Ломаю Тут же Плохая новость Для империи Есть Байбэк У генерала 20 секунд Придется ждать Резолюшн Без его Ультимейта Тут вообще Ничего Не сделаешь Да Падает И вторая Сторона И мы Видим Попрежим Нет Дефенсер Ну что-то Сделаешь Мирок Пошел Еще Кого-то Убивать Мирок Люта Боже Как же Больно Под Солар Крестом По дейсид спреям Это просто нереально Мунминдера Пытается поймать Еще кулдаун Такой-то защитный Резоль Ультимейтом Может и попадет По Никому не попал Шлейфом Немножко По Мунминдеру Прошлось Это все Так продолжается У гирокоптера Есть сатаник Но он знает То что Так Смотри-ка На Нотейлу Напали Хорошие гризы В итоге были Скастованы От Дарксирос Тяжечка Антимаг уходит Ну а что толку Потому что Сейчас погибнет Ноуфир подгибнет Резолюшн Резолюшн Миракль Миракль просто идет И рубит уже Под фонтан И Ничего ты ему не сделаешь Товарищ Неплохо сыграно Команда ОГ Конечно Первую карту Выигрывали имперцы Приблизительно С таким же преимуществом Там было Сорок-11 Здесь Двадцать-там Семь на девять Мунминдер Пошел с рэмпиджем Ну и наказан он за это Потому что Нельзя И так вот просто идти И рэмпидж забирать Да Сэннет пытается драться До последнего Тут танцы под фонтаном В исполнении ОГ ГГВП Да ГГВП Ну Что Что-то можно сказать Хорошо используем